Житель Нерингри попался на крючок мошенников, когда на одном из сайтов выбрал автомобиль. Следственным отделом МВД по Нерингринскому району в текущем году возбуждено 96 уголовных дел по аналогичным видам хищения денежных средств. Как псевдопродавцу удалось ввести в заблуждение потерпевшего, расскажут мои коллеги. Как следует из материалов дела в феврале 2017 года, решив приобрести на сайте Дромавтомобиль, житель Нерингри позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о покупке. Продавец сообщил, что пригнать авто сам не сможет и посоветовал воспользоваться услугами автовоза. Он отправил почтой типовой договор на поставку для подписания двумя сторонами. Потом сообщает, что машина отгружена, он мне дает номер телефона автовоза, фамилию, имя, отчество, то есть водителя, договор подписанный перевозчиком, отправляет уже к директорам подписанных. И все, и мы как бы ведем эту сделку. Он мне присылает свой паспорт, потом присылает договор на купли-продажи автомобиля, то есть выписанный полностью на меня, со всеми подписями, своими, со всеми. То есть присылает копию ПТС, где написано, ну, его подпись продавца, что он продал мне машину. То есть я пробиваю эту машину в интернете, провожу проверку, да, через программу интернета. Машина везде чистая. На пятый день, когда автовоз якобы доехал до Сковородино, продавец предложил подписать договор купли-продажи и рассчитаться за товар. При этом расписка о получении денег была отправлена со всеми данными его паспорта и банковской карты. Все было настолько правдоподобно, что покупатель до конца оставался уверенным в честности сделки. Тем более, что ранее он неоднократно покупал авто на сайте Дром. Для оплаты товара мужчина перевел на номер банковской карты, указанный продавцом, 600 тысяч рублей. То есть, когда я приехал в Сковородино забирать машину, автовоз уже не пришел, телефон уже не отвечал. Через два часа я понял, что это развод. По данному факту возбуждено уголовное дело. А вообще, следственным отделом МВД по Нерунгринскому району в текущем году возбуждено 96 уголовных дел по аналогичным видам хищения денежных средств. За последнюю неделю несколько случаев у нас обратились граждане о том, что их обманули. На сайте одноклассников они захотели приобрести себе шубы, перечислили деньги, но взамен не получили никаких шуб. Есть случаи у нас, когда обращаются люди в связи с тем, что они покупают запасные части, перечисляют деньги, в ответ они не получают никаких запчастей. Раскрыть преступление данной категории крайне сложно, так как преступники пользуются телефонами и банковскими картами, зарегистрированными на иных лиц, и могут находиться в любом регионе России и даже за ее пределами. Тем не менее, отделом МВД России по Нерунгринскому району ведется полномасштабная работа по раскрытию таких уголовных дел, установлены подозреваемые. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, НВК Саха, Нерунгрин.